Новости на телеканале СКАТ ТНТ в студии Мария Левина. Здравствуйте! Жители Самарской области ждет увеличение стоимости тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Произойдет это в два этапа. Информация об этом появилась на сайте региональной общественной палаты. Первый скачок произойдет 1 января следующего года на 1,7%, а с 1 июля еще на 2%. Это связано с тем, что в начале года вырастет и стоимость НДС. Сейчас специалисты готовят постановление регионального правительства, в котором определяют предельные индексы для каждого населенного пункта региона. В общественном транспорте Самары избавиться от наличных, пишет ряд интернет-источников. Оплатить билетик можно будет банковской картой или через смартфон. Также стоит напомнить, что с 1 января 2019 года стоимость проезда повысится до 28 рублей. Установленный тариф будет действовать вне зависимости от способа оплаты проезда за наличный расчет или с помощью транспортной карты. Так, льготный тариф по транспортной карте школьника и студента составит 14 рублей. В Самарской области предложили вновь сменить часовой поезд. Такая инициатива поступила от самих горожан. Предложено увеличить разницу нашего времени с московским до двух часов. Таким образом, уверен автор такого новшества, день сместится к своему естественному значению. Полдень будет не географическим, а рабочим в районе 13.30 часов дня. Это и соответствует середине обеденного перерыва. Дополнительная выгода уменьшится энергопотребление за счет смещения окончания светового дня на плюс 1 час, отмечает инициатор. Дорога в небеса. Самарский космонавт Олег Каноненко сегодня отправился на МКС. Старт прошел на Байконуре. Наш земляк, капитан корабля и его коллеги полетели на 194 дня. Перед долгой командировкой эксперты испытывали пилотов. Коэкзамены члены экипажа сдали успешно. Они своевременно обнаружили разгерметизацию двигательной установки и аварию радиотехнических систем. Космонавты смогли устранить неполадки. Самарская область заняла 38 место в рейтинге регионов России с самыми высокими зарплатами. Такое заявление сделало одно из авторитетных исследовательских агентств страны. Так у нас работников, получающих более 100 тысяч рублей в месяц, почти 2% от общего числа населения. При этом людей, которые имеют менее 15 тысяч, почти 25%. Больше всех в России получают в северных и дальневосточных регионах, а также в Москве. Меньше всего на юге России. Этот понедельник стал судным днем для налогоплательщиков. Истек срок уплаты налога на транспорт, недвижимость и землю. Отмечу, что установлена другая дата – 1 декабря. Однако в этом году она выпадала на субботу. Поэтому сроки сместились на начало рабочей недели. Также с 1 декабря штрафы и долги организаций перестали быть тайной для общественности. Появилось право публиковать у себя на сайте название фирм-должников, их ИНН, суммы штрафов, а также информацию о налоговых преступлениях, если они есть, сообщает ряд интернет-источников. В Самаре закрылись сельскохозяйственные ярмарки. Они располагались в самых разных частях областной столицы. Там продавали свою продукцию фермеры почти из всех районов Самарской области и соседних регионов. Пенсионерам предоставлялись льготы. А стоимость продукции на ярмарках была ниже средней стоимости товаров в сетевых и несетевых магазинах. За время работы ярмарки посетило более четверти миллиона человек. Автоград снова поражает криминальными новостями. Раньше была череда суицидов, а теперь неизвестный мужчина совершает нападение на женщин. Наносит удары ножом. Две жительницы Тольятти попали в больницу в тяжелом состоянии. Серьезное ДТП на Южном мосту и автоледи в состоянии наркотического опьянения. Об этом расскажем подробнее в обзоре происшествий. Нападение на представительниц прекрасного пола в Тольятти. Неизвестный мужчина ранил двух женщин ножом в автограде. Пользователи соцсетей пишут, что их было больше, но эта информация пока не подтверждена официально. При нападении преступник не похищал личных вещей. Жертвы не были с ним знакомы. Сейчас ведется розыск. Приметы злоумышленника. На вид примерно 30 лет. Росту 160-170 сантиметров. Худощавого телосложения. Одет в куртку коричневого, ближе к горчичному цвету. Синие джинсы. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию. Извлекать пострадавшего из машины пришлось с помощью спасательной техники. 1 декабря в субботу на Южном мосту произошло серьезное ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Водителя одной из машин заблокировало в салоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытались сначала извлечь его подручными средствами. Но пришлось все же использовать гидроножницы. По словам очевидцев, несмотря на тяжелые повреждения автомобиля, обошлось без человеческих жертв. Была под кайфом, разбила машину. Причем не свою. 1 декабря ночи на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП. Женщина 1993 года рождения разбила арендованный автомобиль. Это произошло у дома 236А. Автоледи вылетела на газон и снесла ограждение. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, активист ночного патруля и представители компании-арендодателя. Поведение водительницы вызвало подозрение. Та явно находилась в состоянии опьянения, но не алкогольного. Женщину направили на медицинское освидетельствование. В наркодиспансер провели анализ, который подтвердил подозрение. Теперь горе водительницы грозит лишение прав до двух лет со штрафом 30 тысяч рублей. Придется также возместить ущерб. Уйти из зоны вылета. Крылья Советов горят желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Баскетбольная Самара продолжает набирать очки в Суперлиге. И волейбольная Нова готовится к очередному домашнему поединку в чемпионате страны. Обо всем по порядку в обзоре наиболее значимых спортивных событий в жизни региона. Крылья Советов снова в зоне вылета. Наша команда занимает 15-ю предпоследнюю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Исправлять ситуацию нужно срочно. Такая возможность нашим парням представится уже в эту субботу. К нам в гости пожалует команда Ростов. Начало поединка в 13-30. Дуэль волжанам предстоит сложная. Южане уж очень хорошо выглядят в этом сезоне. К тому же они вплотную приблизились к пятерке сильнейших команд страны. И терять очки в Самаре никак не захотят. Вот только крыльям Советов отступать фактически некуда. Тем временем баскетбольный клуб Самара продолжает набирать очки в российской суперлиге. В гостях подопечные Игоря Грачева разобрались в Новосибирском 83-73. И теперь волжане на второй строчке турнирной таблицы. Но этого им мало. Даже в регулярном первенстве самарцы рассчитывают исключительно на лидерскую позицию из Новосибирска. Наша команда переберется в Иркутск, где 5 декабря сыграет с Иркутом. А вот волейболисты новые готовятся к домашнему матчу в чемпионате страны. 8 декабря на своей площадке они сыграют с Ярославичем. Это явный аутсайдер нынешнего первенства. Гости успели набрать всего лишь 2 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице. Дела у новой на этом фоне обстоят куда лучше. Восьмая строчка 9 очков. Так что для наших парней есть все предпосылки, чтобы в этой дуэли добиться положительного результата. В Самарской области потеплеет до минус 3. В понедельник днем уже было достаточно тепло для этого времени года. Во вторник 4 декабря облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит до 11 градусов мороза, местами до 16. Днем минус 3, минус 8. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В среду переменная облачность без существенных осадков. Ночью похолодает до 16 градусов, днем минус 4, минус 9 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Такая же погода ожидается и в четверг 6 декабря. Далее еще немного информации, прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости и программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Мы же с вами прощаемся. До встречи! Московский открывает новые площадки для всех посетителей. В первый день зимы популярный у самарских автолюбителей рынок автозапчастей «Ракита-авто» и фермерский квартал переехали на цокольный этаж торгового центра. Представлен широчайший ассортимент товаров. Только теперь это в новых комфортных условиях. Например, в этой части можно приобрести любые компоненты и запчасти для автомобиля. Мы, так сказать, сегодня первый день открылись, маленько потрудились, чтобы так все было для покупателей. Ну, в принципе, так-то уютно. Уютно, более цивилизованно. А тут можно приобрести всегда свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочку и сладости. Все, что нужно. Уже в первый день работы фермерского квартала тысячи посетителей. Очень замечательно, комфортабельно, тепло, уютно. На новом месте мы очень рады видеть всех покупателей в нашем торговом центре «Фермерский квартал». В торговом центре «Московский» можно проводить время всей семьей. Пока родители делают покупки, с детьми занимаются в батутном центре. Инструкторы – только профессионалы своего дела. Одно из самых главных достоинств «Московского» – это большая парковка. Она расположена прямо у входов в торговый центр и рассчитана на 5000 автомобилей. А удобные подъездные пути с «Московского» и «Ракитовского» шоссе позволят добраться до комплекса из любой части города. Отрасль микрофинансирования в России активно развивается. Все больше граждан пользуются таким видом займов для быстрого решения проблем с деньгами на неотложные нужды. Эта сфера деятельности регулируется Центробанком России. Каждая компания проходит тщательную проверку, результатом которой является выдача лицензии ЦБ РФ. Федеральная компания «Ваш инвестор» уже более пяти лет помогает решать финансовые вопросы во многих городах России. От Красноярска до Ростова-на-Дону. Прежде всего мы ориентируемся на потребности клиентов, на выстраивание долгосрочных отношений. Для нас крайне важно, чтобы автомобиль оставался у вас. Мы не работаем с коллекторскими агентствами. Благодаря такому подходу более 60% клиентов обращаются к нам повторно. Получить займ под залог ПТС «Уехать на собственном автомобиле» можно всего лишь в течение часа. В линейке займов разработано несколько тарифов для различных жизненных ситуаций. Каждый клиент сможет выбрать подходящий для него финансовый продукт. Недавно компания «Ваш инвестор» открыла филиал в Самаре по адресу улица Осипенко, 38. Телефон 233-54-90. Продолжение следует...